Видео канала Коткоптер 101 перевел и озвучил для вас Ercifon. Доброе утро, и сегодня у меня на обзоре Hubsan Zeno Pro. Это версия Pro. Посмотрим, что у меня здесь. Три батареи в Pro версии. Еще он идет, секунду, сейчас покажу вам. Он поставляется в сумке. Это фирменная сумка Hubsan, специально для этого дрона. Посмотрим, что внутри. Кажется, что сумка маленькая, но все, что вы видите на столе, поместилось в ней. Не просто компактно, а скорее даже уютно получилось разместить все. Все, все, что вы видите. Все эти штуки помещаются в одну сумку. Сейчас я поправлю камеру, а то она стоит не по центру. Вот так намного лучше. Итак, в коробке, точнее в сумке. Мы получаем зарядное устройство для батареи, и специальный кабель для подключения батареи. Сейчас я покажу вам его поближе. Это 3С коннектор, с одной стороны. Его можно подключить к любой зарядке. Но я бы рекомендовал использовать ту, что идет в комплекте с дроном. Еще, еще идет кое-что интересное. Разъем для подключения к автомобильному прикуривателю. Его можно использовать, если вы куда-нибудь далеко едете, и вам надо зарядить батареи. Инструкция в комплекте, но она очень, очень поверхностная. Советую посмотреть полную инструкцию на сайте. А также вы можете посмотреть обучающие ролики у меня на канале RC-Fan. Они точно такие же для Hubsan Zino и Hubsan Zino Pro. Конечно же дрон. И защита подвеса. Пульт. И как я говорил ранее, три батареи в комплекте. 3000 мАч. Точно такая же батарея, как и в Hubsan Zino. Если у вас есть батарея Hubsan Zino, вы можете их использовать в версии Pro. Ну и наоборот. Я уже попробовал, они работают. Помимо пульта, с ним еще идут и некоторые кабели. Вот этот, например, для айфонов. Micro USB кабель для телефонов на андроиде. Type-C для такого смартфона, как у меня на андроиде. Есть все необходимые кабели для подключения смартфона. Конечно, вы можете подключиться к дрону по Wi-Fi, но дальность связи точно не будет максимальной для этого дрона. Для этого надо подключить свой смартфон сначала к пульту. Подключая смартфон не по Wi-Fi, хоть здесь и используется стандарт 802.11ac, а кабелем у вас не будет помех от Wi-Fi. Лучше подключайте кабелем смартфон к пульту. Пульт также передает FPV сигнал с дрона, а потом на экран смартфона. Другими словами, все, что я сказал, не подключайте дрон по Wi-Fi к смартфону. Это сильно уменьшает дальность. Очень сильно. Еще в комплекте есть USB-micro-USB кабель для зарядки пульта. В пульте встроенная батарея 3.7 вольта, 2600 мАч. Просто заряжается этим кабелем. Это Zeno Pro. У него точно такой же функционал, как у оригинального Zeno, но также есть несколько своих фишек. Именно на них я сделаю упор в этом обзоре. Я не буду обозревать все, что может этот Zeno. Есть уже много обзоров и на нашем канале вы найдете его по подсказке справа в углу. Ну так чем же он отличается от оригинального? Вот и он. Давайте посмотрим на оба. Сначала сниму защиту подвеса. На первый взгляд не увидите много отличий. Внешние отличия, ну которые я вижу. Пропеллеры закручены винтами с головкой Philips, а на оригинальном под плоскую отвертку. Не думаю, что это принципиально, но это первое, что бросилось мне в глаза. Второе, это линза камеры. Давайте посмотрим на линзу. Она заподлицо, нет никакого выступа. А теперь посмотрим на обновленный Zeno. Тут есть небольшой выступ. Мне кажется, можно вставить сюда опциональные фильтры. Я их пока не видел в продаже, но возможно скоро появится. Фильтры действительно бывают часто нужны. С ними приятнее снимать. Они гасят некоторые отблески, лучи, и они действительно будут полезны. Еще одно внешнее отличие. У оригинального здесь все ровно и ничего не открывается. У Pro версии внизу здесь две прорези. У меня нет точной информации, но я предполагаю, что это для охлаждения. Чтобы лучше работала вентиляция внутри дрона. Но я не уверен, только предполагаю. Это все внешние отличия, которые я нашел. А сейчас поговорим об отличиях в пультах. Достану от предыдущей версии. Некоторые сравнивают пульты и обращают внимание на джойстики. Они очень мягкие, очень податливые, легкие. А в пульте у версии Pro они более жесткие, четкие, более информативные. Ощущается каждое положение, в каком находится джойстик. Тут, тут. Здесь все ясно, где он. Понятно становится, в каком положении относительно центра сейчас находится джойстик. Если вы тянете по диагонали, то вам понятно и ощущается верно. Также и в любом другом положении направления понятны тактильно. Это основное отличие одного от другого. Теперь поговорим о возможностях нового. А, и еще одна вещь, которую я забыл. Новый, чуть тяжелее, на 20 грамм. Этот 727, а предыдущий 707. Что это значит? Что внутри есть какие-то отличия. Ну я надеюсь, что 20 граммов, хоть это и немного, но не просто в пластике добавлено веса. Болтики, вероятная поддержка фильтров, пара дополнительных отверстий. Это конечно же все мелочи. А теперь серьезное отличие. Большая разница с оригиналом. Большая дальность. 4 километра. FPV сигнал и дальность управления более 4 километров. Мне, конечно, сложно в это поверить. Я вчера быстренько проверил и дальность получилась не 4 километра, а 1100 метров и сигнал был уже потерян. Но сегодня мы это перепроверим. Я поеду чуть подальше на высохшее озеро. И там проверим реальную дальность. Надо понять, что они улучшили. Или качество сигнала, передаваемое с дрона. Или чувствительность пульта к принимаемому сигналу. Узнаем, что именно влияет на увеличение дальности. Или это комбинация обоих улучшений и в дроне и в пульте. Еще раз, основное отличие, это увеличение дальности до 4 километров. Вряд ли есть большие отличия между Pro версией и обычным в программном обеспечении. Потому что все это делается на смартфоне в программе, и все, что есть в Pro, должно быть в оригинальном. Одно, что я заметил, это не работает режим панорамной фотографии. Не видео, а именно панорамной фотографии в Pro версии. Но возможно это временно. Это все основные отличия Hubsan Zino Pro от оригинального Hubsan Zino. Я думаю уже пора ехать на поле и летать. Доброе утро. И мы снова на одном из моих самых любимых мест для полетов. Сегодня мы проверим дальность. Вчера я летал в другом месте и дальность была около 1100 метров. Не знаю, была ли это случайность, но сегодня мы проверим это снова. Основной упор сегодня сделаем на дальность полета. Я не буду проверять все остальные функции. Следуй за мной, облет. Они точно такие же, как в оригинальном Zino. Основная разница между ними это все-таки большая дальность. Заявленная дальность у этого 4 километра. Основная задача сегодня это улететь на километр и проверить, как будет передаваться сигнал FPV и качество видео. Я планирую долететь до тех поездов и пролететь вдоль них 1000 метров. Надеюсь, вы насладитесь полетом. Я не буду показывать все приготовления к полету, потому что они точно такие же, как и у оригинального Zino. И по подсказке справа вверху вы можете посмотреть весь ролик об оригинальном Zino. Итак, все готово к полету. Я сделал калибровку компаса после переподключения дрона. Включаю запись видео сейчас. Пусть сам взлетает. Нажму на кнопку автовзлета. Проверяем стабильность. Все стабильно. Полечу по диагонали. Вон туда, налево. На солнце. Поднимись повыше. Метров на 20. Выше. 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 Так, поднялись примерно на 20 метров. Опущу вниз подвес. Нам не надо так много неба в кадре. Вот так хорошо. Побольше пустыни и поменьше неба. Итак, летим вперед. Возьму немного левее к той стороне поезда. И антенны пульта тоже направлю в ту сторону поезда. Максимальная скорость. Еще немножко левее. Высота 25 метров. Уже 160 метров от нас. Уже можем рассмотреть конец поезда. Почти 250, 247, 248. 255 метров. 320 метров. Все отлично с FPV. 350. 400 метров на высоте 25 метров. 500 метров. И отличный FPV сигнал. Еще лучше видно край состава. Возьму немного левее. Слишком много. Антенны направлены точно на край поезда. 670 метров. 730 метров. Хороший сигнал. 800 метров. Чуть левее. Я не буду перелетать на другую сторону путей. Останусь с этой стороны. 950 метров. Чуть-чуть поправлю антенны. 975 метров. 1000 метров. 1100 метров. Отличный сигнал сегодня. Я не знаю, что вчера помешало. Что вносило помехи, мне непонятно. Потому что сегодня сигнал отличный. Я лишь стараюсь удерживать антенны в правильном направлении. 1200 метров позади. Все еще хороший сигнал. 1300. 83 процента батареи. Я думаю, что надо будет развернуться обратно примерно на 49 процентах. Сегодня сигнал намного лучше. Я не знаю, что происходило вчера. Полтора километра пролетели. Остановлюсь прямо здесь. Развернусь на поезд. И полетели вперед. Правда, я в замешательстве. Я не знаю, что вчера произошло с сигналом. 1100 метров и сигнал был потерян. А сегодня он просто великолепен. Очень сильный. Никаких помех. 1400 метров. Вот он конец состава. Летим вперед. Чуть поверну налево. Вернусь на эту сторону путей. Я не хочу лететь с той стороны. Иначе мне придется обходить весь этот поезд, если потеряю дрон или он упадет. Так, я прямо сейчас над поездом. Немножко надо еще отлететь. Вот так лучше. 990 метров. Вот так. Трона, Калифорния. Стараюсь направлять антенны на дрон. 770 метров. Все еще лечу вдоль поезда. 66%. Будет 50 и я подумаю о возвращении. Он легко прошел тест в 1000 метров. Приближаюсь к хвосту состава. Спущусь немножко пониже. Тут есть маленький мост. Небольшой железнодорожный мост. Думаю сейчас долечу до края состава и надо посмотреть. Может пора уже возвращаться домой. 65% заряда. Я долетел до конца состава. Все еще направляю антенны на дрон. Точнехонько. 680 метров от меня. 713 метров. 735. 61% заряда. 780 метров. 59% заряда. Буду поворачивать направо. Полечу вдоль этой дороги. Я не знаю как проверить эту дальность в 4 километра. Потому что сейчас у меня заряда 53%. И уж точно я не отлетел на достаточное расстояние для проверки такой дальности. Если вы захотите это проверить, я думаю батареи хватит только в один конец. Отличный FPV сигнал. Очень уверенный. Я лечу над дорогой. Повернусь для возврата в своем направлении. Это менее 700 метров и менее 50% заряда. Я нажимаю для возврата на кнопку возврата домой. Он автоматически вернется сейчас. Я попробовал приземляться автоматически на коврик. Сейчас есть функция распознавания коврика. Сегодня коврик будет более распознаваемый на фоне песка. Здесь нету кустов вокруг, которые могут ввести в заблуждение систему распознавания. Только голый песок. Осталось 425 метров и 44% заряда. Серьезно, народ, вам не стоит пробовать улетать на 4 километра. Полтора километра или 2000 метров максимум я бы рекомендовал, но уж никак не 4 километра. Я не думаю, что вы сможете вернуться. Так, он на связи и поступает сообщение, предупреждающее, что остается 40% заряда батареи. Остается 130 метров. Я его уже слышу, как он подлетает. Это достаточно громкий дрон. Вы тоже его уже слышите. Я остановлю запись видео. Это надо, чтобы дрон начал искать коврик для приземления. Если вы не остановите запись, эта функция поиска коврика работать не будет. Вот он ищет коврик. Нашел. И сейчас старается приземлиться прямо на него. Старается. Прицел то зеленый, то белый. Снова зеленый. Вчера у меня были проблемы с этим. 37% заряда осталось. Давай. Я верю. Ты можешь сделать. Давай. 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 Давай, попытайся. Ну, ну, ну. Его сносит. Сносит. Не попал. Не получилось у него сегодня это сделать. 37% заряда осталось. Верну обратно на коврик. Но в этот раз хочу взлететь самостоятельно. Газ вверх. Поверну направо. Я в кадре. Нажму запись. Ну и... Как вам моя футболка, народ? Полетаем. Оставшиеся 37% в спорт режиме. Вчера не проверил спорт режим. Не удалось мне это сделать. Переключусь в спорт режим. И посмотрим, на что он способен. Вот такой спорт режим, народ. Что-то он не очень какой-то... не очень спортивный. Хоть режим так и называется, но не сильно похоже. Я все еще хочу попробовать одну вещь прямо сейчас. Полет по точкам. Если позволит батарея, я хочу проверить полет по точкам. И это еще позволит проверить полетное время. Вчера я налетал примерно 17-18 минут. А заявленное время полета 23 минуты. Но мне кажется, это не получится. Ну, по крайней мере, я вчера не смог пролетать столько. Переключусь обратно в GPS. Нормальный полет. Подлечу сюда. Разверну его на себя и поднимусь немножко. 5-7 метров высота. Опущу подвес вниз. Навожу на себя. О, меня видно. Зайду в режимы. Сообщает, что осталось 30%. Это нормально. Режим следует за мной. Предупреждает, что не надо использовать при сильном ветре. Все верно, не надо. Так, я выбрал здесь себя. Нажал Go. Режим активирован. Посмотрим, будет ли он следить за мной. Да, он это делает. Очень любопытный режим. Когда он следит просто за тобой. Как привязанный. Как у DJI сделано. Это лучше, чем слежение по GPS. Потому что он более плавный. Более профессионально получается. Получается более точно. И он отслеживает изображение, а не точку GPS, которую передает смартфон. А он может это делать с задержкой или не совсем корректно. Видеонаблюдение все-таки лучше в этом режиме. Следуй за мной. Пока батарея разряжается, я похожу здесь по кругу, по пустыне. А он за мной как щенок будет летать. Заряд упал до 25%. Можно в этом режиме управлять дроном, но нельзя управлять подвесом, камерой. Камера следует за вами самостоятельно. Буду возвращаться. Давайте еще что-нибудь другое попробуем. Остановлю следование за мной. Попробую режим орбит. Облет вокруг. Эта функция не может быть использована. Слишком низкий заряд батареи. Тогда полетаем вокруг. Это быстро разрядит батарею. Остановлю запись видео. Опущу пониже. А что он сейчас делает? Давай-ка поближе ко мне. А он не хочет забираться повыше. Это видимо какое-то ограничение из-за низкого заряда батареи. Смотрите, я давлю вверх на максимальный газ. Но он не поднимается. Но запись могу включить. Подниму камеру. Еще. Еще вверх. Вверх. И полетаем вокруг. Это Сплангер Хиллс. Место, где можно погонять на машинах. Очень популярное место Лос-Ангеленос. На выходные сюда много народу приезжает. Здесь устраивают кемпинги, приезжают на трейлерах, на домах на колесах. И просто отдыхают здесь. Здесь много гоняют на лифтованных машинах с большими колесами. И конечно же много мотоциклистов. Очень много мотоциклов. Ну и на машинках типа гольфкаров. Он видимо имеет в виду сайд бай сайды. Так, появляется сообщение, что батарея разряжена. И он автоматически включил возврат домой. Ему не важно, он просто возвращается. И вы не можете это остановить. Прямо над головой. Так, пока я записываю видео, он не может использовать посадку на коврик. Спускается. 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 Посмотрим, как точно он отработает возврат домой. Остановлю видео, чтобы оно точно сохранилось. Это возврат домой по GPS. Без оптического помощника. И он промокнулся на метр. О господи, посмотрите сколько пыли. Сейчас я поставлю новую батарею и мы попробуем полет по точкам. Итак, я переподключил дрон, который до этого установил заряженную батарею. И сейчас попробуем полет по точкам. Заходим в режимы, выбираем полет по точкам. Помните, чтобы работала карта, надо подключить дрон не по Wi-Fi, а по кабелю. Тогда будет работать мобильный интернет. Сейчас я увеличу карту. Поставлю несколько точек для полета. Сейчас немножко соображу, где и как полетать. Выберу рисование. Сначала полетит влево по дороге. А вот сюда начнем. Точка номер один. Потом он направится к поезду. Вот здесь точка будет. И потом вернется к нам. Куда-нибудь сюда. Так. А где точка номер два? Надо удалить одну из них. Ну вот так. И дальше полететь куда-нибудь по дороге, например вот сюда. Ну а потом вернется домой. Так. Длительность миссии превышена. Лимиты превышены. Ограничение дальности установлено 2 километра. Созданный маршрут имеет протяженность 2,4 километра. Хотите удалить излишки маршрута? Оставить. Посмотрим, что из этого получится. Отправить. Отправка завершена. Подниму в воздух дрон, прежде чем нажму на кнопку готово. Готово – это значит, что он приступит к выполнению маршрута. В любой момент я могу нажать стоп или возврат домой, если мне что-то не нравится. Нажимаю готово. Он поднимается, а я переключусь на видео и нажму запись. Но сейчас он будет просто выполнять полет по маршруту. Рассказывать и показывать здесь нечего. Ну точнее переводить полезного нечего. Поэтому просто посмотрите под музыкальное сопровождение. Я продолжу перевод уже под конец полета. И раз уж вы досмотрели до этого момента, нажмите пожалуйста на подписку и колокольчик. Мне и каналу это необходимо, а вам ничего не стоит. Я вижу, что 97% зрителей моих роликов не подписаны на канал. А это немножко разочаровывает. Вот так вот. Так я имплот . Акнет-сотерпионом. Восторг-сотерпионом. Восторг-сотерпионом. Парк. Восторг-сотерпионом. Акнет-сотерпионом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Высота, спрятать, остановить запись. Нет больше места на SD-карте. Стоп, стоп. Итак, уже остановилась, у меня карта здесь на 8 гигабайт, я не заполнял её, но сегодня летая, видимо, очень много. Ну, для сегодняшнего видео, больше записей не понадобится, а просто вылетать до конца аккумулятор. Можно, конечно, уже остановиться и вернуться домой. Но это полётное время, я хочу его узнать. Обычно это 17-18 минут у меня. Ну, заявленное 23 минуты. Я думаю, это время для висящего над одним местом дрона. Серьёзно. Кто висит на одном месте 23 минуты? Большинство людей летает, вот как я сейчас. Подтверждённая дальность для этого Зино 1500 метров. Вчера у меня пошло что-то не так и было 1100 метров. Заявлено, что дальность может быть и 4 километра. Думаю, никто в своём уме и не полетит на 4 километра, если хочет вернуться обратно. Но только если вы не хотите приземлиться там, куда прилетите. Вы видели, я только что сделал небольшой маршрут на 2,5 километра. И заряда батареи только-только хватило на его выполнение. Максимальная дистанция полёта для него, я думаю, ну, около 2,5-3 километров. Ещё раз, я не думаю, что если улететь на 4 километра, что он вернётся домой. Так, заряд батареи 21%. Он уже скоро сообщит, что приземляется автоматически. Хотя, я думаю, 23 минуты полётного времени, это если летать до 0% заряда батареи. Но никто не должен этого делать, это повредит батарею. После автопосадки я попробую, сможет ли он взлететь в ручном режиме. Мне просто интересно. В любую секунду он может начать возврат. Пролетает над головой. И вот, он летит домой сам. Возврат домой по заряду батареи. Контроллер вибрирует, это напоминание о заряде. Он поднимается, поднимается на 20 метров. Летит к посадочному коврику. Если вы на расстоянии 500 метров, и у вас 20% заряда осталось, то это будет волнительное возвращение для вас. Да и причем не важно, на каком расстоянии он будет находиться, от места посадки 500 или 100 метров, при заряде батареи в 20%, он будет автоматически возвращаться всегда. Но это я говорю для новичков. Помните об этом, низкий заряд батареи, летим домой или летаем рядом. Итак, посмотрим, попадет не попадет в этот раз. Будет ли удача на нашей стороне? Близко. Близко. Нет. Потерял. Опять не получилось. Хапсан, вы двигались в правильном направлении, но я полагаю, вы можете сделать эту функцию с обновлением программного обеспечения лучше. У меня пока что не очень хорошо получается. Ну посмотрим, взлетит ли он снова в воздух. Да. Я полагаю, вы можете пролетать немножко дольше на этом дроне. Но я точно не советую вам этого делать. Могут начаться проблемы с батареей. Проверять, можно ли летать 23 минуты, высадив при этом батарею в ноль, я точно не буду. Выключаю дрон. Да. Это Хапсан Зино с увеличенной дальностью и поддержкой фильтров. Надеюсь, вам понравился этот полет на Хапсан Зино ПРО. Это был Квадкоптер 101. Перевел и озвучил специально для вас RCFun. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Лайки, дизлайки и комментарии по вашему усмотрению. Мне будет приятно. Даже от негативных. Группа ВКонтакте тоже есть. Подписывайтесь. И мягкой посадки. Увидимся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...